Друзья, всем привет! Очередное видео на канале, и я бы хотел поговорить о том, исцеляют ли техники энергодыхания, лечат ли эти практики, например, какие-то болезни. Давайте так, я честно скажу, не занимаюсь лечением, то есть я не имею медицинского образования, я не целитель и могу предоставить практики, которые вы можете, например, проходить, но у вас должно быть уже все хорошо с физическим состоянием здоровья. То есть для того, чтобы хорошенько себя прокачать через энергодыхание, у меня на YouTube-канале достаточно мощные техники, многие даже 5 минут не выдерживают, у вас уже должен быть запас физического здоровья. То есть очень много людей пишут в комментариях о том, что могу ли я вылечить там какую-то болячку. Друзья, сразу вам скажу, это возможно, то есть при помощи техник энергодыхания косвенно возможно это сделать, потому что там все-таки запускается процесс очищения тела, процесс высвобождения эмоциональных каких-то конфликтов прошлого. И, конечно же, очень многие люди болеют из-за того, что просто в психике есть конфликт, и этот конфликт нерешенный, человек делает практику, конфликт решается, тело выздоравливает. Да, но я никогда не говорю об этом прямо, то есть косвенно, да, но для того, чтобы практиковать энергодыхание, у вас все должно быть хорошо с кровеносной системой, хорошо должно быть с сердечно-сосудистой системой, хорошо должно быть с психикой, никаких отклонений психических, вы не должны употреблять какие-то антидепрессанты химические, да. Вот этого всего не должно быть, если вы хотите качественно практиковать энергодыхание, потому что все-таки это глубокая работа с психикой. И если вы хотите уже поправить свое здоровье так основательно, то займитесь техниками дыхания по бутейко, например. Да, то есть изучите вот этот метод, и это более щадящий метод, потому что энергодыхание это все-таки экстремальные практики. Они организм саботируют на выброс гормонов стресса сначала, потом уже организм замещает это гормонами радости. И получается, что человек, если в сильном стрессе, да, в болевом состоянии, да, или в болезненном, или в тяжелом психологическом состоянии, начинает дышать эти техники дыхания, да, то получается, что он еще больше вызывает обострение данного состояния. Поэтому я рекомендую начать с пранаям из йоги, да, или изучить методы бутейко, которых в интернете очень много, можете поискать у нас других авторов, они очень хорошо преподают, рассказывают про данный метод, и потом уже заходить на энергодыхание. То есть те продукты, которые я выкладываю, они для людей, у которых закрыт уровень нормы, то есть они находятся в нормальном состоянии, у этих людей закрыты более-менее базовые потребности, так же, как и потребности в достатке, у них эти потребности закрыты, и тогда вы уже можете брать эти практики и усиливать себя через энергодыхание. То есть есть два типа людей, да, два вида аудитории. Первый вид аудитории, у которых какие-то проблемы, серьезные проблемы, там, со здоровьем, с психикой, им нужны одни практики, их нужно вытаскивать, их нужно лечить, их нужно исцелять. Я, скорее всего, работаю и анонсирую техники для второго типа аудитории, у которых нет проблем, у которых закрыты базовые потребности, и они хотят больше, они хотят сверхсостояний, они хотят уже, например, совершать нетелесные путешествия, да. То есть первый тип аудитории, у которых болит зуб, его надо лечить, да, а у второго типа аудитории ничего не болит, зубы все целые абсолютно, ничего не надо лечить, и эти люди заинтересованы в чем-то, что еще можно в этом мире, чему можно научиться, в какие-то состояния погрузиться, взять еще какой-то дополнительный ресурс, сделать апгрейд системы, да, и техники энергодыхания как раз-таки для людей второго типа, второй аудитории. Поэтому я не лечу, я не вытаскиваю из каких-то жестких проблемных ситуаций, я не врач, не целитель, да, я просто изобрел метод, скомпоновал его из других разных техник дыхания, и этот метод очень хорошо работает, очень хорошо зашел для тех людей, которых как раз-таки уже есть база, базы знаний, которые попробовали себя в йоге, в цигун, которые подышали там холотропное дыхание, ребёрфинг. Да, вот эта вот целевая аудитория, которая в теме, и вот им как раз-таки зайдут эти техники энергодыхания. Конечно же, если вы новичок, я рекомендую начать с моей записанной специально для новичков практики энергодыхания, онлайн называется, вот здесь будет подсказка, можете с неё начать, и это прям вход в мир энергодыхания. Там всё просто, я рассказываю размеренно, спокойно, доходчиво, в общем, вы разберётесь. Хотя есть в этих практиках и то, что вас лечит, исцеляет, потому что, например, проблемы-то начинаются с чего? С того, что у вас идёт нестыковка психологического состояния, да, и реальности. У вас какой-то психологический конфликт, да, или конфликт с человеком, или внутренний конфликт, да, который вы не можете выразить, вы не можете этот конфликт решить, да, вы не можете с ним справиться, и это откладывается в теле и меняет структуру тела, эндокринную систему, да, меняет мышление, да, в психосоматике это называется какие-то темы, да, которые человек должен отработать, пройти. Избавляясь от какой-то темы, да, ты исцеляешься. И 80% болезни – это психосоматика. Да, дыхательные техники, энергодыхание, в частности, как раз-таки решают психосоматические проблемы. Естественно, это по-любому, потому что запускаются такие механизмы в подсознании, которые вы не можете запустить в сознании, например. Да, если у вас какая-то травма глубокая, да, то ваша психика закрывает эту травму, дабы не трогать ее, и все, что негативное, чаще всего, вытесняется в бессознательное, чтобы нам оно не мешало в нашем сознательном, в сознательной жизни. Но когда ты начинаешь погружаться в измененное состояние через техники энергодыхания, то у тебя открываются как раз-таки те области, и высвобождаются те эмоции, которые ты подавлял, и вытеснялись это в подсознание. При разблокировке вот этих вот состояний у тебя энергия освобождается, негативное состояние трансформируется в чистую энергию, и получается, ты на уровне психики и на уровне тела уже исцеляешься. Еще раз подчеркну, техники энергодыхания больше подходят для людей, у которых закрыты базовые потребности. И у вас должно быть достаточное количество жизненной силы, чтобы вытягивать уже техники начального уровня. То есть, чтобы взять огромную силу, у вас должна быть сила. То есть, если силы нет и вы в минусе, то вы не сможете взять огромную силу. То есть, вы не сможете выйти на какой-то мощный уровень. Поэтому делайте все постепенно. Рекомендую изучить метод бутейка, рекомендую заняться пранаямами из йоги. Это такой плавный, последовательный путь в освоении техник дыхания. То есть, в течение года, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, там вы поправите свое здоровье. А уже потом можно переходить на техники энерго-дыхания. Это я еще говорю про те, которые у меня в Ютубе, то есть, которые на моем канале. Есть еще базовые курсы. Базовый курс 2.0, который я сейчас уже разрабатываю. Он в разработке скоро появится. Там вообще такие техники, что это прям серьезный-серьезный уровень. Кто у меня брал базу, первую часть, самую первую, можете написать в комментариях, подтвердить, что это очень мощно. Поэтому, друзья, у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, и увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok